В Уссурийске сегодня открыли новый зоопарк взамен того, что был уничтожен сильнейшим наводнением в августе этого года. Туда уже переехали прежние обитатели, медведи и лев, которых спасли во время паводка. Измученные звери находились в затопленных клетках несколько дней. Всем городом туда привозили продукты и лекарства, а для эвакуации были задействованы вертолеты. И вот теперь у животных новые просторные вольеры, которым наводнение не грозит. Репортаж Макара Рудончика. Алена, как миша рычает? Вот так миша рычает. Поздравить питомцев Уссурийского зоопарка с новосельем горожане пришли с семьями. 13 медведей и африканский лев Грей заехали в новый дом. Гуча! 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 Минувшим летом за судьбой этих животных пристально следила вся страна. В конце августа, во время прохождения мощного тайфуна Гони, местный зоопарк оказался в зоне подтопления. И больше трех суток его обитатели находились в водном плену. Один медведь погиб. Когда стало ясно, что вывезти зверей невозможно, спасатели приняли решение эвакуировать их по воздуху. Первым вывезли льва по кличке Грей, а за ним всех медведей. В организации работы принимало участие до 700 человек личного состава. Плюс были задействованы летательные аппараты типа Ми-26. Операция по спасению прошла успешно. Как сейчас говорят в МЧС, она стала одной из самых сложных за всю историю регионального центра. К судьбе животных оказались небезразличные простые жители Приморья. Волонтеры собирали продукты для обессиленных хищников. Первые два дня в Уссурийске мы вывезли четыре машины еды. Из Владивостока мы привезли три или четыре машины еды за одни сутки. Плюс деньги кидали в копилочки. Вот этим самым кормили животных. Спасенных животных временно разместили в местном цирке. А новый дом для них решили построить в безопасном месте на возвышенности, чтобы трагедия не повторилась. Это единственное место, которое является муниципальной собственностью земля. Это тоже был ключевой момент, чтобы зоопарк был изначально муниципальным. И это та земля, которая не затапливается. Здесь парк, часто гуляют дети с мамочками. И для этого, чтобы было куда посмотреть животных вживую, чтобы дети видели наших медведей. А теперь поцелуй маму. Вот так. Поцелуй с огромным бурым медведем – знак доверительных отношений между дрессировщицей и животным. Вера Блич не отходила от своих питомцев ни во время наводнения, ни после, когда они проходили реабилитацию. Вера говорит, что всегда мечтала о том, чтобы у ее подопечных появились такие условия. Я, естественно, ждала этого много-много лет. Но вот такой короткий срок, да, с августа, считайте, с августа месяца, да, построить вот такой комплекс для 13-ти медведей – это просто чудо. По норме для содержания одного медведя в неволе требуется вольер площадью минимум 20 квадратных метров. Здесь же каждому питомцу выделили по 25 квадратов. Внутри есть место для прогулок и жилища, где медведь может укрыться от осадков и ветра. И косолапые уже, кажется, освоились на новом месте. С удовольствием играют и базируют перед зрителями. Лев же пока не выходит на публику. Прячется от холода в теплом вольере. Переживали, волновались за каждого животного, смотрели новости в интернете. И очень рада, что сегодня открыли, что мы сюда будем ходить обязательно. Макар Уденчик и Ян Савицкий. Первый канал Уссурийск.